Друзья, всем привет! В эфире сладкие новости. Первые еженедельные гастро-новости в России, на секундочку. Это мой канал Сладкий Персик, меня зовут Юля, там у нас за кадром сидит Женя, он сегодня у нас без микрофона, поэтому комментировать новости не будет, потому что мы тестируем другой микрофон и надеемся, что звук будет получше. Если звук в этом видео вам понравится больше, чем в предыдущем, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну а я всех поздравляю с 1 сентября, с началом учебного года и мы начинаем! В России ожидается дефицит лапши дошрак. В статье пишут, что из-за курса рубля, сокращения отгрузок и нехватки кадров на производствах, количество дошрака в магазинах резко сократится. Ну, у нас всегда есть роллтон, бигбон и какая-то другая лапша. Ничего страшного! Россия побила рекорд по вылову лосося. Объемы выловы лосося в этом году рекордные. Последний раз мы так много добывали только в 2018 году, а это было 5 лет назад. А если рыбы много, значит будет много чего? Правильно, красной икры. Если все сработает как надо, то икра в этом году будет дешевле, потому что чем больше предложения, тем, соответственно, меньше цена. Что-то бутербродиков с икрой захотелось. А вам? Премьер Японии Кисито и некоторые министры в ходе обеда съели рыбу и морепродукты из префектуры Фукусима. Мы рассказывали в прошлом выпуске, что на атомной электростанции Фукусима, на которой в 2011 году произошла трагедия, начали сбрасывать воду в океан. И все теперь боятся, и мы тоже, кстати, поесть радиоактивные рыбки. В ответ на это Россия усилила контроль за рыбой, которую поставляют к нам из Японии. Ее теперь проверяют еще тщательнее, чем раньше. А японский премьер-министр даже показательно поел рыбу и морепродукты из Фукусимы на камеру. Еще и коллег своих заставил. Жест, безусловно, заслуживает уважения, потому что он своим примером показал, что не боится и что так можно делать. У нас, например, похожим образом поступила Екатерина II, когда сделала себе и своим детям прививку от оспы. Ну, шуточки в сети про японского премьера теперь все равно ходят. Россельхознадзор взял первые пробы морской воды, сброшенной с АЭС Фукусима. Россельхознадзор проверил 443 партии рыбы, которая была добыта в российских регионах, вблизи места сброса воды рядом с АЭС Фукусима. С ней все в порядке, радиация в пределах нормы. В России начали продавать туры в Турцию, все включено без алкоголя. Где моя косметичка? В прошлом выпуске мы вам рассказывали, что Турция и наши туроператоры думают над тем, как снизить цены на путевки. Ну, потому что сейчас лететь в Турцию, мягко сказать, недешево. И вот придумали туры All Inclusive без алкоголя. Первыми их начал продавать Annex Tour. Туры стали дешевле на 7-9%. Ну, если честно, я думала, что они будут подешевле. Перцентов хотя бы на 20. Бады и безалкогольные напитки будут маркироваться. Это делается для того, чтобы защитить нас с вами, то есть потребителей, от подделок и от контрафакта. Мы все помним ужасную историю, которая этим летом произошла с мистер Сидором в Самаре. Поэтому ждем, когда и Сидор будет маркироваться по всей стране. А пока что пилотную маркировку запустили только в Московской области. Сити Драйв и Вкусвилл запустили кабачка-шеринг. Есть такая шутка. Дождитесь августа, если вам никто не дал кабачки, значит вы одиноки. Нам, кстати, никто не дал кабачки. Это повод задуматься. Зато очень много дали помидорок. Ну ладно, вернемся к новости. Есть такое явление под названием фудшеринг. Это когда люди делятся едой с другими людьми. И вот Вкусвилл закалабили с Сити Драйв. И по Москве теперь ездят автомобили с наклейкой кабачка-шеринг. Цель проекта, цитирую, помочь людям без кабачков и людям с кабачками найти друг друга. То есть, если у вас горы кабачков и вам их уже некуда совсем девать, вы можете отгрузить их в эту машину. А люди, которые скучают по кабачкам, их из этой машины потом возьмут. Марифермы в Приморье высадили 18 миллионов молоди морского гребешка. Но сначала нужно, наверное, ответить на вопрос, что такое морифермы. Или мориферм. Я не знаю, как правильное удаление ставить. В общем, это морское хозяйство, на котором разводят рыб, морепродукты и иногда даже специальные морские водоросли. Так вот, на такую ферму в Приморье сейчас выпустили мелких, мелких морских гребешков. И они будут 3-4 года там жить, расти. Потом их выловят и отправят в магазины и в рестораны. Вылавливать морского гребешка сейчас в свободных условиях запрещено законом. Поэтому его разводят только вот на таких вот фермах. Он, кстати, очень вкусный. Мы его прям обожаем. В Москве вырос спрос на черную икру, а в регионах, наоборот, упал. В России появились роллы в форме пирогов. Вот так вот они выглядят. Я считаю, что это очень даже удобно. Теперь нужно придумать ролл, например, в форме блина. Почему нет? Живущая в Европе россиянка приготовила оливье и удивила итальянцев. Девушка, тревел-блогер из Дзена, угостила своих знакомых в Италии салатом оливье, который сама и приготовила. Говорит, что ей пришлось аж 2 раза наполнять салатник, потому что итальянцам этот салат очень понравился. Ну и блюдо они, получается, оценили. Франция заплатит фермерам 200 миллионов долларов, точнее евро, за уничтожение вина. Грустненькая новость. Во Франции в этом году рекордно упали продажи вина. В том числе из-за того, что его меньше стали поставлять в России. А виноградников и винодельческих хозяйств там очень много. Ну и как уже готового вина, уже сделанного, которое фермерам некуда девать. И вот правительство использует самые разные меры для того, чтобы поддержать этих фермеров. Потому что фермеры могут выйти на улицу, и это никому не нужно. Иногда меры получаются не самые адекватные. Например, правительство просит их вырубать виноградники. Это предлагается делать за денежную компенсацию, но все равно это очень странно. Белуга Групп переименована в новобефгрупп. Не знаю, с чем связано это переименование. Ну, скорее всего, там есть какие-то юридические аспекты. Иначе, я не знаю, как это вообще объяснить. Но старое название было явно лучше. Белуга – это наша русская редкая рыба, большая и красивая. А новое название, ну, как бы его даже выговорить сложно. Грустно. В Томбольске пройдет рыбный фестиваль с варкой ухи и тематическим дефиле. Тут все прекрасно и понятно. Фестиваль, уха, молодцы. Но очень бы хотелось посмотреть на тематическое дефиле. Они там, интересно, по подиуму в костюме в обувь будут ходить. Российские производители предупредили об исчезновении апельсинового сока. Вот сейчас вот мне захотелось прям срочно встать, побежать в магазин и купить апельсинный сок. Хотя, честно сказать, я его не прям-таки люблю и пью, наверное, за год всего лишь раз в пять. Производители сока говорят, что в этом году во многих странах-поставщиках апельсинов случился неурожай из-за стихийных бедствий. Ну, или просто там, это плохой погодный. С какими-то странами мы просто не дружим, поэтому возить из этих стран нам невыгодно или очень дорого, или вообще сложно, или невозможно. Но я думаю, что здесь все будет как с кофе. Сначала говорили, что кофе подорожает, потом сказали, что кофе подешевеет. Получается, что апельсины в одних странах не уродились, а в других их некуда девать. Поэтому подождем, посмотрим. Кокосовое масло признали опасным для здоровья. Начинается. Люблю я эту тему. Сначала все кричат, что подсолнечное масло вредное. Жарьте только на оливковом. Потом начинается. Оливковое тоже вредное, нужно жарить на кокосовом. А потом оказывается, что и кокосовое тоже вредное, если есть его каждый день. В чем суть? Ученые из Бразилии провели эксперимент на мышах. Они давали им ежедневно кокосовое масло. Если пересчитать, то получается на наш рост, на наш вес примерно по одной столовой ложке. И через две недели они заметили, что мыши стали толстеть и больше нервничать. Из чего сделали вывод, что кокосовое масло вредно. И это просто шок для фитоняшек. Пассажиры верхних полок российских поездов получат право есть на нижних. Это просто, я считаю, новость недели. Теперь пассажиры верхних полок могут на законных основаниях есть на нижних полках, ну то есть сидеть на нижних полках во время завтрака, обеда и ужина. Время четко рекламентировано. Утром с 7 до 10 и вечером с 19 до 21.00 надо пустить соседа сверху на 30 минут. Ну то есть не больше, чем на 30 минут. А в обед с 12 до 15.00 вы должны пустить соседа на час. Вот такие дела. Это все новости на сегодня. Я напоминаю, что вы на канале Сладкий Персик смотрите наши сладкие новости. Это первые еженедельные гастроновости в России. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии. Не обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там мы в первую очередь выкладываем все новые рецепты. То есть рецепты там выходят быстрее, чем на всех остальных площадках. Всем желаю хорошей, продуктивной недели, первой учебной недели без нервов. И увидимся в следующее воскресенье. Всем пока!